я побуду в коте ничего скажите в каком аккаунте я зашла в рабочем в каком аккаунте зашла в рабочем или в основном наверно в основном да они просто все на одном телефоне и я путаюсь в личном отлично все хорошо что я зашла с рабочего аккаунта в машин эфир что там было сказано то что она сегодня подает исковое заявление на меня исковое заявление нужно подать до 6 маша пожалуйста успей и так смешно говорит просто сколько людей своих она обманывает мне уже от этого всего просто ужасно ой как я устала надоело как носки ну не за зачем она это скидывает ну кстати кстати это интересно вот как раз я поднимала тему девушек с проекта я поднимала девушек конечно которые уходят с проекта ну июля она вроде тоже ушла вот вам разные также подтверждение моих слов что девушки ходят с проекта и хотят большинство легких денег фотографируется вот так вот холыми голыми хотят быстро заработать лохотроны рекламируют занимаются проституцией тут зачем маша это все оказывается чем вот эта девочка защищает ее у нее крутые юристы просто знаю как она умеет говорить со своими подписчиками поэтому да да действительно у нее наверно круто и юрист а что это же было фото в сети не хочу встречный иск маша вам врет встречный иск она сегодня не подала зачем она врет я не знаю ну понятное дело чтобы похайпится что она подала встречный иск человек не ходит по судам она не знает что встречный иск нужно писать на заявление в суде встречный иск иск я написала только на лизу это дело по этому делу будет известно все только через пять рабочих дней поэтому я могу вам рассказать об этом в понедельник или во вторник вот так вот чтобы наверняка еще и выходные прошли вот тогда если будет какое-то дело возможно ли за сможет подать на меня какой-то встречный иск не знаю на основе чего она будет его подавать но это ее уже право на машу я иск в суд не подавала на маша я написала заявление в полицию о том что она угрожала моей жизни и здоровью в прямом эфире на такую-то аудиторию сегодня при мне ей звонил участковый не знаю кто там по машиному мнению все поржали заявление у меня при приняли также мне сидели помогали писать это заявление сегодня я разговаривала с участковым участковый просмотрел все видео также мы смотрели видео которые у маши на странице там где она танцует поет ну так честно говоря я не буду комментировать выражение его лица когда он это все видел вот маша позвонили при мне что маша кричала о том что леночка я к тебе так хорошо отношусь прям в трубку участковому она кричала то что леночка я к тебе очень хорошо отношусь ты знаешь я бы тебе никогда ничего не сделала это вот то что маша говорила в трубку участковому вот но ее все-таки вызвали чтобы она написала объяснение поэтому она сегодня написала объяснение почему она так сделала может сказала что подала заявление сказал что маша что она подаст на меня сегодня вечером сейчас она поест она подаст на меня встречный иск человек даже не понимает вот как насколько она врет встречный иск она не может подать сегодня вечером потому что во первых иски подаются до 6 часов сейчас уже 19.55 и встречно она не может мне подать потому что на нее исковое заявление я не писала в суд зачем вот это вот она вот даже не может грамотно соврать с ней же рядом там адвокаты юристы очень хорошие ее личные почему она не может вам грамотно соврать ну то вы поржали все по ходу чокнутые слушайте это нормальное заявление которое может пойти написать любой я написала это заявление для того чтобы человек больше не говорил таких вещей убью не убью ей ее сегодня заставили писать объяснительную по этому поводу вот я думаю что она отделалась легким испугом и вот сейчас уже в эфире она не говорит убью в тюрьме она не сидела поэтому никакого наказания такого тюремного ей бы наверное и не последовало даже первый раз вот ну и хорошо что человек вот сделал выводы сходил в полицию лишним не будет теперь будет теперь будет контролировать свои слова в эфире и маме своей скажет чтоб контролировала та нет я не знакома ни с какой яной сегодня кахно выложила в эфире фотографию юли ну сама же подтвердила слова которые я говорила о том что девушки хотят легких денег вот так вот ходят фотографируются после проекта до проекта не знаю когда там она фотографирует до проекта и вообще она подтвердила о том что да я говорила что какие-то девушки хотят легких денег я она какая-то мне там пишет посты посвящает с которой видео на шлоке где она предлагает другой девочке переспать с кем-то за деньги ну не знаю честно говоря так себе меня уже оскорбляют наоборот подтверждаю мои слова ну пусть юля на тебя заяву кидает за что за клевету это же ее фотографии по сети гуляют она это признавала то что это ее фотографии нет основания почему потому что дева да наверное потому что я дева поэтому у меня все по полочкам и я если что-то говорю то точно знаю что это так вот если человек сегодня в эфире вам сказал то что она подадит подаст подаст исковое заявление встречное сегодня вечером то это сплошное вранье потому что сегодня вечером она не подаст никакое исковое заявление встречное во первых потому что на нее не поступало в суд искового заявления самого первого Поэтому встречного она мне не может отправить. Заявление я отправила только на Лизу. Его приняли. Что по нему решат, я буду знать через 5 рабочих дней. Прибавляю еще 3, потому что там выходные. Поэтому в понедельник, во вторник вам скажу, что по делу с Лизой. Пора закрыть эту тему, стало неинтересно. А, для интереса. Ах, для интереса. Да, наверное, много людей сошлись на то, чтобы посмотреть, как пауки едят друг друга. На самом деле это такой бред. Просто те, в ком живет человечность, прекрасно понимают, что если бы задели их семью, то они отставили себя точно так же, как и я. Может быть, даже еще и с оскорблениями, которых я не произношу. А очень хочется оскорбить. Очень хочется. Просто не представляете, какое у меня есть желание оскорбить. Но я не хочу опускаться до уровня тех людей и придумывать про них какие-то небылицы и оскорблять. Вот эта женщина мне давно пишет такие гадости. Зачем вам это нужно? О, Боже, зачем вам это нужно? Женщина, а у вас есть дети? Женщина, у вас есть дети? Вот та женщина, которая мне пишет. Дети есть у вас? А муж есть у вас? А вот если бы вашему ребенку сказали то, что она спала с вашим мужем, как бы вы отреагировали? А ребенок как ваш пережил бы это? На себя примерьте ситуацию, женщина. А потом мне пишите. У Маши просмотры прямо очень выросли. Да, Маша всегда переживала за просмотр. Я помню, у меня был развод. И Маша мне говорит, давай выйдем в эфиры, давай выйдем в эфиры, давай выйдем в эфиры. У меня тогда такое плохое состояние было. Маша мне звонит, Лен, давай в эфир. Я говорю, Маша, мне так плохо, я просто не могу. Маша говорит, наоборот, хорошо, будешь такая грустная в эфире. Почему я тогда не делала выводы? Вообще нужно делать выводы, когда человек что-то говорит тебе о другом. Почему я не делала выводы, когда я вижу то, что Маша дружит с Лизой, а мне говорит про Лизу, а с ней дружит. Почему я не могла подумать о том, что они же, значит, там же так про меня говорят. Точно так же меня обсуждают. Почему я не делала выводы, не знаю. Я просто в каких-то вот розовых очках была и на все это смотрела через призму вот этого лицемерия, которая на меня выливалась, в котором говорилось о том, что ты звезда, Леночка, ты моя любовь, я тебя люблю, ты самая лучшая. Ну, а про что я еще хотела сказать? То, что все хайпятся на этой теме, все просто, кому не лень. Какой-то там Костя что-то сказал. Ну, какой-то Костя, я его знаю. Костя подкатывал ко мне. Я ему отказала. Писал мне долгое время, который раньше с Гозью встречался. Боже мой, как меня в этот занесло. Вот. Писал мне много раз. Я его... И вот один раз он мне написал, а я болела. Он говорит, ну, давай клубнички привезу. Я говорю, давай, привози. Приехал к моему подъезду. Говорит, какой номер квартиры? Я говорю, нет, дорогой, не зайдешь. Могу выйти только к тебе за клубникой. Вышла, забрала у него клубнику и ушла домой. А он принес там клубнику, ягоды какие-то еще, еще что-то. Я такая говорю, все, спасибо за клубнику, пока. Пришла домой, мне пишет, 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 пишет. А потом пишет, Лена, хочу тебя поснимать видео. Там нужно в шортах или в купальнике что-то такое. Скидывает мне два видео с Гозью, а с купальники. И говорит, вот такого формата. Я ему пишу, Кость, слушайте, если я найду переписку от ватсапа, я ему скину. Или не ватсапе, он мне писал. Вот если найду, где он мне писал, я скинула. Пишет, Лен, можно я поснимаю тебя в купальнике, что-то такое. Я говорю, нет, ты меня не будешь снимать в купальнике. Ты предлагал мне встретиться, и я ему отказала. Он тогда еще выходил с кем-то в эфире, меня гадил после того, как я его отшила. И теперь вот тоже Машу там поддерживает. Говорит, да, я же говорил, что она такая долбанутая. Ой, вот как собрались завистливые женщины и брошенные мужчины. Вот, и вот этот вот, этот Костя выставляет, почему я увидела это? Он отметил меня. Он выставляет мою фотографию Машину и пишет, за кого вы? Лена, Маша. Представляете, как хайпится человек? Жесть. А девушка там, вот эта Яна. Ну, это лишнее доказательство моим словам, которые я говорила. То, что люди хотят... В общем, я говорила, вот вам доказательство. Яна, если бы меня поддерживала такая Яна в такой ситуации. Яна в такой ситуации. Ты сама завидуешь, Маш? Ваше мнение, как хотите. Знаете, я Маше скидывала название книг, которые ей нужно почитать. Она у меня спрашивала. Лен, скинь название книг, пожалуйста, которые ты сейчас читаешь. Скинь, пожалуйста. Я ей скидывала книги, которые я читаю. Я хотела Машу устроить на работу. Чтобы она выступала на мероприятиях, хотела ей помочь. Только мне 20 лет, а Маше 30. С Машей я дружила, никогда ее не подводила. Как друг, я была для нее очень хорошим человеком. И я думаю, потом, если она повзрослеет, поймет, что она была неправа. Получит какой-то жизненный урок, она вспомнит дружбу со мной и сделает выводы. Хотя я, честно, мало верю в то, что человек одумается. И когда-то она действительно это поймет. Но она тебе тоже помогала. Да, действительно. Несколько раз она мне помогла найти фотографа. Но она там все в посте у себя написала, что она мне помогла. А я вот потом пересматриваю, как же она мне помогла этого фотографа найти. Говорю, Маша, на съемку придет мой фотограф. Не мой, лично. Личного у меня нет. Я договорилась с фотографом. Фотограф придет. А Маша говорит, ой, да ладно. Давай мой пойдет, с которым я договорилась. Давай, все, давай. Маша ходила со мной на фотосессии, чтобы я у себя ее в аккаунте отмечала. Все не делается просто так. Картины, я там попросила ее забрать. Вы видели это сообщение, как я попросила Машу картины забрать? Пишу ей. Маша, у меня некому забрать. Заберешь, пожалуйста, коробки для картин. Я заплачу. То есть я даже подруге на тот момент предлагала заплатить за то, чтобы она это забрала. Слезы, конечно, все эти. Это просто... Ну... Просто больше всего меня удивляет то, как я была слепа. Нет, я это видела. На что я это списывала, не знаю. Нет, мне никто не позвонил. Самое страшное, что люди остаются... Как же... Как же это сказать? Не могут вот через себя переступить. Не могут. Вот они не могут. Вот они будут все делать. Грязь, все что угодно. Лишь бы только вот через себя не переступать. Представляете? Никогда не извиняться. Как там? Разорвусь, но не прогнусь. Но на самом деле сильный человек видит то, что их извинение... Это и будет проявление силы. А то, что сейчас... Их извинение, это и будет проявление силы. Это покажет то, что они... Могут быть разумными людьми. Выбил эфир, когда закончится ремонт. О, закончился. На самом деле они покажут то, что они... Мне 20 лет. Что я хотела сказать? На самом деле, если они извинятся и признают свою ошибку, это покажет то, что они сильные люди. И как они там себя называют? Могут быть лидерами. Потому что только сильный человек может быть лидером. То, что они сейчас показывают, это просто... Слабость характера. Потому что только сильный человек может признать свою ошибку. И извиниться. Она выставила ее номер в сторис. Она выставила себе и писала, какая-то тварь. Она опять оскорбляет. Что, кахно засветило мой номер, когда показывала заявление. Мало того, что мой номер, так мой адрес еще. О чем он речь? Так, все. У меня в квартире начался ремонт соседний. Поэтому я покажу. Если я где-то засветила номер кахну, я сейчас его удалю. Ей же это не нравится, да? Извиняюсь публично, что я засветила номер Маши. Маша, прости, что я засветила твой номер. Случайно вышло. Случайно вот после того, что мой адрес и мой номер засветили. Я просто подумала, что это нормально. Мне просто начали подписчики писать. И твой тоже случайно засветило. Но ты прости. Я публично извиняюсь. Хорошо так? Так и есть слабая позиция не признать вину. Если ты считаешь себя хорошим, тем более. Конечно. Если человек считает себя сильным, то он, конечно, то он, конечно, извинится. Слабый человек будет вот так вот пакостить, выставлять мой адрес в историю, заявление выставлять. Ну, будет пакостить. Потому что слаб. Сильный человек, если он совершил ошибку, он скажет. Потому что только такой способен на... на извинения. На самом деле просто нужно иметь не знаю, какой силы характер. Просто вот невероятно быть характерным человеком, стойким, чтобы действительно признать свою неправоту. Признать, что ты где-то был неправ. у кого-то не хватает на это смелости. И очень жаль. Очень жаль, что приходится вот плакать в эфире кому-то. Очень жаль, что... Очень жаль, что там. Можно я вот не пойду лечиться по вашим рекомендациям, а просто вот вас отправлю? Потому что я не могу пойти лечиться. У меня нет признаков болезни. Если вы не хотите на меня посмотреть, хотите, чтобы я куда-то ушла, я лучше вас уберу, чтобы никого не тревожить. Вот. Что я хочу пожелать? Чтобы у вас было столько сил и духа, чтобы если бы вы совершили ошибку, кого-то клеветали, кого-то обозвали, кого-то оскорбили, солгали, то вы смогли эту ошибку признать. Потому что только сильный человек может признать свою вину и попросить прощения искренне, от души. Повторила эту фразу 80 раз, потому что действительно фраза того стоит. имеет место быть. Все, я ушла, потому что я так и не убралась в квартире. А нужно за столько дней я даже ни разу не вынесла баклажки воды. Я просто пила воду и оставляла бутылки. Поэтому мне теперь придется выносить 4 огромных пустых баклажки без воды. Пойду я, в общем, убирать в квартире.